Уважаемые читатели! Предлагаем вам очередной видеообзор самых читаемых и популярных в отделе абонементов книг, таких, на которые не обильно потратить несколько вечеров. Это действительно важные произведения, достойные вашего внимания. Продолжение следует... После высокой оценки критиков номинировали на ряд престижных премий. С тех пор писательница радует поклонников не количеством, а качеством своего творчества. Им придется зимовать, голодать и, самое главное, учиться принимать друг друга. Сосуществовать тесно, бок о бок. Выбор простой – измениться или погибнуть. Мировая история Но и страдали от мужских деяний в основном тоже они. Все знают сказания о Троянской войне, когда огромная армия греков осадила Трою, чтобы отбить у вероломных чужаков похищенную ими царицу Елену, а заодно поживиться несметными богатствами, хранившимися за стенами города. В войне приняло участие множество великих героев. Главный из них был Ахилл, сияющий, несравненный, богоравный. В конце войны он пал жертвой предательства и коварства, однако обессмертил свое имя в веках. Но так ли гладко все было на самом деле? Лучше всего об этом знала Троянская царевна Бресеида, захваченная Ахиллом во время одного из греческих набегов и ставшая его рабой и наложницей. И вот ее рассказ о ненависти, ужасе, безысходности, лишениях, смирениях и любви. Роман филолога Романа Шмаракова – образец тонкой литературной игры, в которой читателю предлагается сразу несколько ролей. Помимо традиционной, в которой нужно следить за развитием сюжета и красотами стилей языка, это роли проницательного детектива, ценителя тонкого английского юмора, любителя историй из Декамерона Бокаччо и страдающего средневековья. Роман постмодернистский, многослойный, где каждый может вычитать свое и где есть место многому, героическим деяниям предков, столкновением мифотворцев и мифоборцев, спиритическим сеансами и перебранке вызванных с того света духов. Девушки вовлечены в подготовку выставки. Со дня на день все будет готово, осталось совсем немного. Все шло своим чередом до того момента, как одна из девушек, Джейн, не вышла в сад, чтобы найти кого-то, кто поможет ей сдвинуть тяжелый шкаф. Тем временем художница Эмилия остается в комнате, наедине с говорящим попугаем. После этого все изменилось. Ни Эмилию, ни попугаю больше никто не видит живым. Что могло произойти? Кто желал Эмилии смерти? Что скрывает этот старый дом, его обитатели и все, кто сюда приезжают? Слишком много вопросов, ответы на которые, возможно, никогда так и не будут найдены. Кейт Аткинсон прогремела уже своим дебютным романом, который получил престижную Уитбредовскую премию, обойдя многих именитых кандидатов. Однако настоящая слава пришла к ней с публикацией «Преступлений прошлого» – первой книги из цикла о кембриджском частном детективе Джексоне Броуди. Роман вызвал бурю восторга и у критиков, и у коллег по цеху, и у широкого читателя. Одним из наиболее ярых пропагандистов творчества Аткинсон сделался сам Стивен Кинг. За преступлениями прошлого последовали поворот к лучшему и ждать ли добрых вестей, не менее полифоничные и вызвавшие не менее восторженную реакцию. На этот раз действие происходит не в университетском Кембридже и не среди толп туристов, съехавшихся на Эдинбургский фестиваль. Хотя шотландская столица вновь обеспечивает живописный фон происходящим событиям. А толчком к ним послужило кошмарное преступление 30-летней давности, сколыхнувшее тихий Деваншир и всю Англию. И вот осужденный убийца, отсидев положенное, выходит на свободу. Тем временем пропадает без вести доктор Хантер с маленьким ребенком. Однако ее исчезновение тревожит, судя по всему, только ее овчарку Сэйди и 16-летнюю бебиситершу Реджи. А старший детектив-инспектор Луиза Монро озабочена другой пропажей, еще не зная, что Джексон Броуди вот-вот опять ворвется в ее жизнь, причем на всех парах, в буквальном смысле. Тони Моррисон – одна из важнейших американских писательниц, нобелевская лауреатка, чьи произведения уже стали современной классикой. «Самые голубые глаза» – это дебютный роман Моррисон, тонкий и пронзительный, бьющий в самое сердце, о красоте, о любви и ненависти, о том, как беспощаден и разрушителен расизм. В этом романе Тони Моррисон показывает темное закулисье маленького американского городка, где живет Пикколо Бридлов, единственная мечта которой – голубые глаза. Красота – понятие относительное, но для Америки сороковых годов черной красоты не существует. Моррисон рассказывает сотканную из лоскутков трагедий, невежества, предрассудков историю чернокожей девочки, желающей одного, чтобы на нее взглянули по-другому. А еще – истории множества других людей, ее родителей, одноклассников, знакомых. Есть книги, читать о которых больно, но эта боль исцеляющая, потому что о чем бы ни писала Моррисон, все ее книги о любви. Заявляя главной темой, Джоан Рамос на первый взгляд пошла по уже проторенной дорожке, гарантирующей, если не стабильный успех, то пристальное внимание широкой аудитории. Но не надо копать глубже, чтобы увидеть, как твердо стоявшая на земле демократических свобод выпускница пристана, оставаясь гражданкой США филиппинского происхождения, покусилась на святой Грааль десятков поколений переселенцев – американскую мечту. И не обошла вопрос, все еще болезненный для многих американцев по рождению – обыкновенный расизм. Если у тебя есть деньги, не обязательно портить фигуру, подрывать здоровье и жертвовать карьерой ради беременности. Найдутся те, кто сделает это за тебя. Иммигрантка с Филиппин Джейн решилась стать суррогатной матерью, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей дочери. На ферме, куда ее поселили в ожидании рождения чужого ребенка, Джейн предоставлены лучшие условия, но, лишенная возможности покидать территорию, она тревожится за дочь. Ей кажется, что жизнь девочки в опасности. Ферма – роман переосмысления современного потребительского общества. На какие жертвы готовите женщины, чтобы обеспечить безбедную жизнь своим детям? Евгений Водолазкин – автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьев и Ларионов», «Брисбен», сборников короткой прозы «Дом и остров» или «Инструмент языка» и «Идти бестрепетно». Лауреат премии «Большая книга», «Ясная поляна» и «Книга года». В книге «Сестра четырех» он выступает в новой для себя роли – драматурга. Герои пьесы, заперстые в больничной палате во время пандемии опасного вируса, оказались у самого края бытия, вне повседневности и привычных правил жизни. Доктор – единственный оставшийся в больнице врач, уверенный в себе, депутат, писатель, не написавший за последние 15-летние строчки, развозчик пиццы, фунги и загадочная сестра. Всем им предстоит увидеть, какие они на самом деле, и услышать правду о себе. Не всегда это, правда, красиво и приятно. Зато именно сейчас, когда весь земной шар замедляет свой бег, у каждого появилось время задуматься о прошлом и будущем. До того, как стать профессиональным писателем, Лис Мур подвязалась на музыкальном поприще в Нью-Йорке. Именно этой теме был посвящен ее дебютный роман. А следующий сразу стал известным в США, был переведен на несколько иностранных языков и в 2014 году получил престижную римскую премию в области литературы. Критики и пресса сразу отметили самобытность авторского стиля Лис и глубину ее прозы. Сотрудница полиции Микки Фитцпатрик годами патрулировала 24-й район Филадельфии. Она знает почти всех здешних проституток по имени. Ей хорошо знаком цвет, вкус и запах полной безысходности. Она в курсе, на что идут люди ради дозы. Она находила на улицах тела умерших от дури. С каждым годом их количество лишь возрастало. И каждый раз, приезжая на вызов и видя холодное коченелое тело, Микки молилась. Только не Кейси, только бы не Кейси. Только не ее сестра, уже давно покатившаяся по наклонной и продающая себя за дозу. Особенно теперь, когда на улицах района вышел серийный убийца, охотящийся за такими, как Кейси. Микки в раздоре с сестрой, но она с детства привыкла заботиться о ней. И она понимает, спасать Кейси нужно прямо сейчас или уже никогда. Спасибо за внимание. Надеемся, наш обзор вам понравился. И книги, которые мы представили, будут для вас интересны. Продолжение следует...